Сотрудничество Азербайджана, Турции и Грузии в оборонной сфере обсудим с Рауфом Раджабовым, политическим обозревателем. Он подключается к нам. Здравствуйте. Добрый день, Меденхан. Итак, сегодня на повестке дня обсуждения перспектив развития совместного военного сотрудничества. Какие вопросы предстоит обсудить военным ведомствам трех стран? Повестка уже известна. Первым вопросом идет региональная безопасность. А лишь после, это уже военно-технические вопросы, оборонные и так далее, касательно именно трехстороннего формата и двухстороннего формата. Но отрадно, что первым вопросом идет региональная безопасность. Дело в том, что зоной ответственности Азербайджана, Турции и Грузии являются Южный Кавказ и Черноморский бассейн. Это не просто зона военной ответственности, но еще надо иметь в виду, что через эти регионы проходят все наши проекты. И энерготранспортные, и логистические и так далее. Поэтому, естественно, что Азербайджана, турецко-грузинское сотрудничество, насколько оно интенсивно протекает в экономике, во внешней политике и так далее, то оно настолько же активно протекает и в оборонной, военной сфере. Ведь это десятая встреча. Знаменательно, что первая была встреча в текущем году в Казе, в Турции. То есть буквально можно сказать, что ежегодно проходит по несколько встреч между главами оборонных ведомств трех стран. И это важно. Почему? Потому что мы, именно мы, я имею в виду, что Турция и Грузия обеспечивает мир и стабильность в этом большом регионе. Как известно, турбулентный мир просто обязывает наши страны усиливать свои вооруженные силы с тем, чтобы они могли и в состоянии, и ситуация, которая в последних лет, она демонстрирует, что наши вооруженные силы в состоянии и в силах решать очень-очень важный вопрос. Поэтому в данном случае, я снова повторюсь, это мир и процветание Южный Кавказ и Черноморский бассейн. Да, вот сотрудничество Азербайджана с Турцией имеет беспрецедентный характер и также в области обороны. Вот как можно оценить роль Грузии в трехстороннем взаимодействии? Ну, вот смотрите, буквально недавно, в октябре месяца, Азербайджан и Грузия ретиксировали свои соглашения, подписанные между Азербайджаном и Грузией. То есть, как в двухстороннем формате, так и в трехстороннем мы реализуем наши взаимодействия в военно-технической области. И очень важно, что взаимодействие протекает, базируясь на правовой законодательной основе. Если взять трехсторонний формат. В октябре проходили команды штабных учений, в Азербайджане в основе лежали высокие новейшие технологии. Это важно, что наши учения, наши военные организации используют самые-самые передовые методы управления, взаимодействия, управления войсками, оперативное взаимодействие и так далее. То есть, в данном случае наше сотрудничество, оно не только охватывает, скажем так, какие-то элементы военного искусства. Мы сами развиваем военное искусство. Ведь Отечественная война, или же Вторая Карабахская, 44-генная, но для нас она отечественная, как мы ее и воспринимаем, она только есть. Оно продемонстрировало, что мы развиваем, азербайджанская армия развивает военное искусство. Турция, это Сирия, это Ирак, это Ливия и ряд других направлений. То есть, естественно, что грузинская армия, она небольшая по численному составу и имеет свои ограничения. И это объяснимо. И именно поэтому грузинская армия в тандеме с азербайджанской и турецкой, она получает именно те навыки, опыт, умения, скажем так, компетенции, какими обладают наши вооруженные силы. И это отрадно, что три страны, они уже имплементируют все те наработки, которыми обладаем мы, но и не только мы. Военное искусство, оно развивается. И текущая обстановка в различных регионах мира демонстрирует, в каком направлении будет идти это развитие. И поэтому наши как двухсторонние, так и трехсторонние учения, они в своем роде и имеют в виду, учитывают эти те самые новинки. И нам это очень важно. А вот какова основная цель такой отработки совместных действий? Ведь учения проходят как в двустороннем формате Азербайджан-Турция, так и в трехстороннем Турции-Азербайджан-Грузии. Ну, вы знаете, вот если очень много говорят о стандартах НАТО, как известно, их более 1200. Но есть такой момент, нюанс, когда нельзя все брать и копировать. То есть нельзя все брать под копировку, нельзя этого сделать. И вот очень отрадно, что наши вооруженные силы, наши военные организации берут самое-самое передовое, в том числе среди 1200 или 300 стандартов НАТО. Кстати, вот есть страны, да, даже входящие в Североатлантический Альянск, которые не взяли на все 100% эти самые стандарты. Сегодня, я бы сказал, Азербайджан сам уже создает эти стандарты. И это важно для грузинской армии и турецкой. Вот, к примеру, однодневные мероприятия антитеррористического характера, локального масштаба, я имею в виду на части территории Карабахского экономического района Азербайджанской республики. В течение 24 часов Азербайджан решил поставленные задачи. Во главе с нашим президентом-победителем, нашим верховным командующим, наши вооруженные силы, то есть специального назначения, часть наших сил решили блестяще, без, скажем, помаров, не допустив каких-то, скажем так, чрезвычайных подмашорных ситуаций для мирного населения. Этого не было. И это говорит о том, что мы уже создали стандарт, когда необходимые вооруженные силы должны решить в сжатые сроки, но конкретные задачи по демилитаризации или по разоружению 15-тысячных, скажем, ну, отрядов, невооруженных отрядов, которые неподотчетные и были нейтрализованы. Это мы сделали. Естественно, что есть вопросы, когда необходимо учитывать и нашим соседям, нашим союзникам вот эти вопросы. Кстати говоря, в последнее время идет очень интенсивное сближение военной, я имею в виду военной составляющей между Грузией и Альменией. И это не вызывает... Рауфмелем, вы наслышите? Да, да, я вас слушаю. Да, вы можете продолжать. Ага. Вы говорили о... Это очень отрадно, что Грузия решает те или иные вопросы с Арменией. Это, скажем, своего рода гарантия для Армении, что у Азербайджана, у Турции и у Грузии нет никаких, скажем, незадекларированных задач в отношении Армении, в отношении безопасности Армении. Это, скажем так, мы приглашаем Армению в формат переговоров. Я имею в виду уже политическую эту ориентацию. Поэтому в данном случае Азербайджана, турецко-грузинская военная интеграция, она не направлена в том числе против Армении. И это важно. Почему? Потому что именно три нашей страны обеспечивают мир и безопасность на Южном Кавказе. А Кавказ, как известно, в том числе это Азербайджан, Грузия и Армения. Поэтому в данном случае Азербайджан и грузинская интеграция, да, как известно, к примеру, 100% энергетического рынка Грузии – это Азербайджан. Поэтому в данном случае Азербайджан не создает проблем для своих союзников, партнеров. И Грузия тому свидетельствует. Да, большое вам спасибо, что ответили на наши вопросы и подключались к нам. С нами на прямой связи был Рауф Раджабов, политический обозреватель. Рауф Раджабов